Привет! Меня зовут Элина Пашнагова, и я преподаватель учебного центра Годограф и онлайн-платформы 80 баллов. Я приветствую тебя на нашем курсе, посвященном итоговому или, иначе говоря, декабрьскому сочинению 2022-2023 года. У нас будет несколько видео, в ходе которых я научу тебя писать это сочинение, я расскажу тебе о аргументах, которые могут помочь тебе при сдаче экзамена, а также дам всю необходимую информацию, чтобы вы хорошо справились. Итак, давай начнем. Прежде всего, я хочу рассказать о том, для чего нужен этот экзамен. Может быть, кто-то из вас слышал, а может быть и нет, что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Если ученик не справляется в декабре по каким-то причинам, то такой ученик будет передавать его в феврале. Итак, для чего нужен этот экзамен, мы с тобой разобрались. Давайте теперь поговорим о том, какие бонусы может принести тебе данная работа. Существует ряд вузов и ряд факультетов, которые рассматривают декабрьское сочинение, как тот экзамен, который может принести тебе дополнительные баллы на ЕГЭ. Приведу конкретный пример из своей практики. Журфак МГУ, довольно элитарное учебное заведение, как-то подарил одной из моих учениц 5 дополнительных баллов к ЕГЭ. 5 дополнительных баллов это максимум, которые вуз мог дать ученику в качестве бонуса к его результату по совокупности ЕГЭ. Поэтому, если ты не обладаешь информацией о том, рассматривает ли твой потенциальный вуз декабрьское сочинение в качестве бонуса, то озадачься этим вопросом, это не так сложно проверить, достаточно позвонить в приемную комиссию и тебе все расскажут. Теперь поговорим о нашумевшем. Наверняка ты слышал и слышала о том, что в этом году итоговое сочинение подверглось изменениям. Это действительно так, но эти изменения, они незначительные. Сейчас расскажу тебе, в чем они состоят. Если с момента основания этого экзамена, это около 10 лет, существовали 5 направлений, то в этом году изменения коснулись этого момента. Теперь не существует 5 направлений, а есть 3 раздела. Хорошо это или плохо, вопрос неоднозначный. А сейчас объясню почему. Раньше подготовка к итоговому сочинению была более прицельная, более конкретная. И направления были более узконаправлены. Сейчас, с этого года, ну или по крайней мере в этом году, разделы звучат довольно общо. То есть, например, в первый раздел духовно-нравственные ценности может попасть ну что угодно. Начиная от вопросов чести, достоинства, заканчивая жизненным выбором. И на этом пути еще будет очень-очень много тем. Соответственно, в этом плане готовиться стало чуть посложнее. В том смысле, что мы должны с тобой больше тем различных охватить. Но разделы, количество разделов уменьшилось. Когда ты придешь на экзамен 7 декабря, перед тобой будет 6 тем, по 2 темы на каждый раздел. И ты, как обычно, будешь вправе выбрать ту тему, которая тебе больше всего откликается по тем или иным причинам. Итак, в следующих видео мы с тобой подробно будем говорить о том, как писать каждый пункт сочинения, что представляют собой критерии итогового сочинения, сколько нужно аргументов, сколько нужно слов в сочинении, сколько нельзя писать слов в сочинении, какие критерии являются главными, какие второстепенными. Галочку по скольким критериям нужно получить, чтобы у тебя был зачет. Обо всем этом подробно мы будем говорить с тобой в следующем видео.